Дмитрий Снегирёв, военно-политический аналитик, к нам присоединяется. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый день. Ну вот, такие довольно ужасные кадры мы сейчас наблюдали в сюжете. Это всё происходит в прифронтовой зоне у линии фронта. И вот с этого как раз хочется начать. Где сейчас самая сложная ситуация? Это Харьковское направление или Восточный фронт? Что на юге? Вы знаете, нельзя разделять в принципе направление. Российские оккупанты пытаются одновременно давить по всей линии российско-украинского фронта. Основная тактика это так называемая тактика тысячи порезов. То есть одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям в расчёте, где украинская оборона проявит слабину. То есть генштаб вооруженных сил Украины не сможет оперативно отреагировать на ситуацию и задействовать оперативные резервы. Поэтому говорить о том, разделять направление я бы не стал. Но наиболее интенсивные бои это, соответственно, Покровское и Краматорское направление. Покровское направление оккупанты пытаются решить для себя задачу блокирования логистических связей вооруженных сил Украины путём выхода непосредственно на контроль над трассой Покровск-Константиновка. А на Краматорском направлении, соответственно, пытаются решить задачу оперативного окружения украинской группировки, сосредоточенной в районе Часов-Яр. Но тяжёлая ситуация и на Лиманском направлении, где оккупанты пытаются прорваться по двум направлениям, как непосредственно к самому Лиману, так и Северску. Резко активизировалась ситуация и на Купинском направлении. Причём оккупанты пытаются опять-таки атаковать по двум флангам. Одновременные удары в районе Синьковки и возможность выхода непосредственно на Аскильское водосховоще с целью расчленить украинскую группировку. Ну и тяжёлая ситуация, соответственно, на Временском выступе. Это граница Донецкой и Запорожской области. Поэтому ещё раз подчеркну, ситуация везде требует внимания Генерального штаба Вооружённых сил Украины. Торецкое направление резко активизировалось. Здесь оккупанты пытаются взять под непосредственный контроль Торецк. Торецк находится на удалении порядка 10 километров от Горловки. Это господствующие высоты, что давало возможность Вооружённым силам Украины держать под огневым контролем так называемую Горловскую агломерацию и, соответственно, базы накопления оккупационных войск, сосредоточенных в данном районе. Кроме этого, следует отметить резкую активизацию на Запорожском направлении. Причём оккупанты активизировались даже на новых направлениях. Речь идёт о попытках прорыва на Гуляйпольском направлении, которое до последнего времени вообще считалось одной из наиболее стабильных. Ну и тяжёлая ситуация на Харьковском направлении. Но здесь тактическая инициатива на стороне Вооружённых сил Украины. Мы атакуем в районе Глубокое, причём есть продвижение и соответствующие успехи Вооружённых сил Украины. И, соответственно, Силы обороны Украины выполняют задачи по деоккупации Волчанска. Порядка 70% города находятся под контролем Вооружённых сил Украины. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк поставил под сомнение тот факт, что Россия может бесконечно долго поддерживать ресурсами вот это вот медленное продвижение, на чём и базируется, собственно, теория победы Путина в Украине. И вот о том, что Россия не способна, по словам Гаврилюка, свидетельствуют отдельные контратаки на тактическом уровне на определённых участках фронта. Что вы можете по этому поводу сказать? Согласны с таким мнением? Вы знаете, я не комментирую заявление представителя Генштаба Вооружённых сил Украины. Единственное, хотел бы отметить, российская армия имеет возможность пополнения личного состава даже без проведения частичной, тем более всей общей мобилизации. В вашем эфире мы в своё время сообщили информацию о том, что, начиная с мая месяца, возможности оккупационной армии в моменте увеличения личного состава – это порядка 40-50 тысяч. А я напомню, в мае месяце, по данным британской разведки, российские оккупационные войска имели возможность пополнения личного состава на уровне 30 тысяч. И впоследствии данная информация была подтверждена на высшем должностном уровне страны-оккупанта. Российский диктатор вышел и заявил о том, что российская группировка в Украине насчитывает уже не 615 тысяч, а 700. Но эта информация, ещё раз подчеркну, не стала неожиданностью для украинской стороны. Поэтому я в очередной раз благодарю ваш телеканал за возможность, соответственно, информирования. Что касается информации, которая звучала в западных СМИ со ссылкой на Ройтерс о якобы проблемах оккупационной армии с артиллерийскими снарядами. Недостаток артиллерийских снарядов, что, соответственно, замедляет темпы наступления российских оккупантов. Ну, весьма контроверсийное заявление. Особенно, если брать во внимание тот факт, что ещё полгода назад Ройтерс тот же сообщал о том, что ВПК Российской Федерации увеличила выпуск артиллерийских снарядов до 2 миллионов штук. Что в разы превышает возможность ВПК стран Европы. Это порядка 800 тысяч снарядов. И ВПК Соединённых Штатов. Это порядка полумиллиона. Поэтому о каком браке с артиллерийских снарядов сообщает тот же Ройтерс, для меня загадка. Ну, и, конечно, не можем мы не поговорить о том, что случилось на этой неделе. В начале недели это циничная массированная атака. Одна из ракет целенаправленно прилетела в детскую больницу в Ахмадед. Это Х-101. И вот изданию Financial Times эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, они сообщили, что смогли идентифицировать более 30 частей обломков ракеты. Их анализ показал, что более 50 компонентов этого вида вооружения, они западного производства. То есть в обход санкций с помощью третьих дружественных путинскому режиму стран, в том числе Китаю, были поставлены в Россию. Как это прокомментировать? Что еще должно случиться, чтобы были санкции настолько жесткие, что не могла Россия получать эти компоненты? Ну, к сожалению, да, вынужден констатировать, что режим экономических санкций, он позволяет Российской Федерации получать соответствующие комплектующие для производства высокоточного оружия и соответственно производство беспилотных летальных аппаратов и ремонта бронетехники. Причем речь идет не о поставках с КНР. Кстати, опять пользуясь эфиром, я хотел бы опровергнуть данную информацию, потому что с 1 июля китайские власти ввели жесткий таможенный контроль на товары двойного назначения. И российские поставщики уже испытывают весьма серьезные трудности. Соответственно, с поставкой из Китая комплектующие для ВПК Российской Федерации, самое главное, это комплектующие для ударных беспилотников. Что касается Соединенных Штатов и, соответственно, страны Европы. Ну давайте говорить о том, что мягкий характер экономических санкций Соединенных Штатов в моменте недопущения получения российским бюджетом дополнительных средств от продажи нефтепродуктов привел к тому, что за июнь месяц Российская Федерация смогла получить рекордное количество поступлений в российский бюджет на уровне 9,4 миллиарда долларов. Причем Соединенные Штаты объясняют свою позицию тем, что накануне президентских выборов в Соединенных Штатах они не хотели идти на эскалацию напряжения, которое бы вызвало, соответственно, повышение цен непосредственно в самих Соединенных Штатах. Но за данные мягкие решения Украина расплачивается жизнями своих граждан как на линии боевого столкновения, так и, соответственно, гибнут мирные жители. Причем в очередной раз поблагодарю ваш телеканал, когда я комментировал ситуацию Ахмадита и говорил о том, что это целенаправленный удар. Сегодня появилось сообщение в российских пабликах, в частности, Царьград – это медийная структура, приближенная к российскому олигарху Малафееву, который поддерживает характер войны в Украине. Так вот, там появляется сообщение о том, что да, мы должны признать о том, что это был целенаправленный удар по больнице. Ни о каком мирном населении россияне не должны переживать априори. Мирного населения, по их мнению, там нет. Это все потенциальные враги. Вот это то, что мы должны понимать о морали, если вообще о морали можно говорить, и российских оккупантов. Абсолютно справедливое замечание. Давайте перейдем к саммиту НАТО. На этой неделе в рамках этого мероприятия Владимир Зеленский встречался с польскими коллегами. И одно из принятых решений – это создание украинского легиона на территории Польши. Планируется, что натовские инструкторы будут тренировать бойцов на территории страны. Там же они получат полностью все снаряжение и будут в формате ротации выезжать на задания в Украину на фронт. Насколько, по-вашему, это правильное решение, эффективное решение? И можно ли предположить, что подобная практика будет распространена и в других странах НАТО? Да, я не исключаю. Давайте говорить за Польшу. Во-первых, речь идет о том, что данная бригада будет подготовлена непосредственно на полигонах стран НАТО. То есть это основное – возможность подготовки личного состава и, главное, материально-техническое оснащение. Это основное условие подготовки данной бригады. Ну и главное – это гарантии стран НАТО в моменте проведения обучения и оснащения. Это позитивный опыт. Причем к позитивным результатам визита украинского президента следует и отнести смену риторики польской стороны о возможности сбития российских ракет в небе над Украиной, которые идут в направлении Польши. До этого времени Польша занимала прямо противоположные, скажем так, позиции в этом вопросе. И опять-таки вынужден констатировать, что, к сожалению, именно реакция Соединенных Штатов поставила паузу в моменте совместного Украина-Польского решения о возможности прикрытия логистических и инфраструктурных объектов на территории Украины в западных областях Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская. Половинчатый характер решений администрации Байдена он откровенно удивляет. Но позитив визита президента в первую очередь следует рассматривать в моменте расширенного характера военно-технической помощи Украины на 2025 год. То есть мы получили подтвержденной военно-технической помощи на рекордную сумму порядка 40 миллиардов долларов. Это безусловная победа украинской дипломатии, украинского президента. Еще одна договоренность с Польшей, с этой страной, будет сбивать российские ракеты над Украиной, но с условием, что при согласии НАТО. В Белом доме считают, что подобная практика может привести опять же к эскалации конфликта, которая не нужна ни Украине, ни другим странам. В чем вы видите, в чем эта эскалация, если страна поможет соседям бороться с агрессивным, так сказать, соседом, который не совсем честный и может предпринимать подобные действия? Совсем не честный сосед. Но давайте говорить о том, что непонятная ситуация в моменте возможности базирования F-16, которые будут переданы украинской стороне. Если раньше говорилось о том, что часть F-16 будет базироваться на аэродромах, в том числе и Польши, чтобы не допустить возможности их уничтожения российскими средствами поражения, на данный момент реакция Соединенных Штатов прямо противоположная. Все F-16 будут базироваться на территории Украины. Опять, чтобы не допустить эскалации напряженности с Российской Федерацией. То есть бояться непосредственного противостояния с Российской Федерацией именно на момент проведения президентских выборов Соединенных Штатов. Давайте называть вещи своими именами. К сожалению, Украина стала заручником, заложником выборных процессов, которые происходят в Соединенных Штатах. Нашим партнерам важнее провести выборы, нежели дать военные и политические гарантии нашей страны в моменте и защиты украинского неба, и возможности, соответственно, нанесения ударов по военным аэродромам непосредственно на территории самой Российской Федерации. Что значительно бы снизило тактические успехи российских оккупантов на линии боевого соприкосновения и, главное, возможность террора против мирного населения. Еще одно табу, с которым столкнулась Украина, это запрет бить по военным целям в глубоком тылу Российской Федерации американским оружием. Страны ведут переговоры, но, честно говоря, эксперты и все украинцы ждали от Байдена на саммите заявление, чтобы после обстрела Ахмадета, после обстрела мирных городов Украины такие-то разрешения было, но его пока нет. И силы обороны имеют ограниченные возможности бороться с теми же носителями крылатых ракет. Что может помочь изменить мнение в Белом доме, если даже после вот этого теракта невероятного циничного ничего не меняется? Ну, к сожалению, я еще раз подчеркну, до окончания президентских выборов ситуация не изменится. Давайте будем реалистами. Что может помочь, это развитие собственного ВПК, в первую очередь ракетной программы. У нас есть свои оперативно-тактические комплексы САПСАН, более известные как ГРОМ-2. Дальность поражения порядка 500 километров. У АТАКО-тактико-технические характеристики 300 километров. То есть именно развитие собственного ВПК даст возможность украинской стороне держать под огневым контролем значительные территории страны-оккупантов, в первую очередь военные объекты. Это аэродромы базирования. Вот это и будет ответ американской стороне. Дмитрий, вот сегодня появилась информация, что министр обороны США провел телефонный разговор с Белоусовым, министром обороны России. И вот Лой Достин в разговоре подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Россией и Соединенными Штатами. Помнится, во время переговоров Байдена с Си Цзиньпином тоже шла речь об открытых каналах связи между оборонными ведомствами. Зачем это делается? С какой целью? Давайте говорить о том, что Российская Федерация пошла на эскалацию напряженности. Вы помните визиты скадры российского флота к берегам Кубы? Тогда проводились соответствующие параллели с событиями Карибского кризиса 60-х годов 20-го столетия, когда, соответственно, мир стоял на пороге атомной катастрофы. Российская Федерация решила сыграть в исторические параллели. По всей видимости, к сожалению, в Соединенных Штатах восприняли возможность данного сценария. Именно после уже визита российской эскадры к берегам Кубы был зафиксирован правительственный борт Российской Федерации, который направлялся в сторону Соединенных Штатов. Ну а потом мы уже увидели заявление министра обороны Соединенных Штатов о возможности открытых контактов. Ну и непосредственно те непонятные заявления Министерства обороны Соединенных Штатов по поводу невозможности нанесения ударов по территории Российской Федерации, невозможности базирования F-16 на аэродромах стран НАТО, ну и невозможности сбития российских крылатых ракет в небе над Украиной. Ну давайте все-таки обсудим хорошие новости, которые были на этой неделе. Одна из них это то, что первая F-16 уже на пути в Украину. Это будет всего несколько бортов. Но в Вашингтоне будущий Владимир Зеленский сказал, что для паритета в небе, для того, чтобы отражать атаки, нужно порядка 128 самолетов. Насколько это число оправдано, это количество, и самое главное, насколько реалистично их получить в ближайшее время? Ну, давайте говорить о том, что число названо с учетом возможностей стран, у которых есть, соответственно, данное количество F-16. Следует отметить, что до начала широкомасштабного наступления российских оккупантов Украины на вооружении сил обороны Украины было порядка 100 боевых самолетов в разной модификации, в то время как у страны оккупантов порядка 1300. Поэтому цифру, которую назвал президент, данное количество будет, ну, скажем так, выполнять функции предотвращения возможности нанесения ударов по логистическим объектам на территории Украины. Не секрет, F-16 это основа ПВО стран НАТО. Поэтому, соответственно, основной акцент будет на противодействии ударам беспилотными летательными аппаратами и аэробаллистическими целями. Это крылатыми ракетами, которыми Российская Федерация терроризирует украинское государство. Данное количество рассчитано из учета параметра нашей страны, исключительно географически. Ну и, соответственно, то количество, которое назвал президент, оно дает возможность минимизировать активность российского ВКС в моменте нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием ФАБов и КАБов. Крылатые ракеты «Воздух-воздух», которыми оснащены F-16, дальность поражения порядка 150 километров. КАБы запускаются с расстояния порядка 60 километров. Поэтому, соответственно, данное количество, названное президентом, было и озвучено в моменте как раз решения ряда вопросов. Это, соответственно, снижение уровня ракетной опасности по мирным городам и снижение уровня активности БКС Российской Федерации непосредственно на линии боевого соприкосновения. То, что нам передадут, называется разное количество. Давайте дождемся. Но самый позитивный момент, то, что ситуация с передачей F-16 наконец-то сдвинулась с мертвой точки. От политических заявлений перешли конкретики дел. Я не исключаю, что в небе над Украиной могут появиться не только F-16. Поэтому в этом плане я смотрю на ситуацию с сдержанным оптимизмом. Президент приложил максимум усилий, чтобы усилить позиции силы обороны Украины. Процесс подшел. Это мы должны понимать. Но еще в ситуации с F-16 стоит отметить, что там более-менее конкретная позиция о том, что F-16 могут спокойно работать в небе России. Но вот с ракетами пока непонятно. То есть и Вашингтон пока колеблется, и в Великобритании одна позиция у министра обороны, другая у премьер-министра. То есть пока непонятная ситуация. А как вы считаете, может быть, это как вот с... ранее было, с танками, допустим, да? Сейчас Штаты скажут свое первое слово по поводу ударов вглубь России. И процесс пойдет. Как вы думаете? Давайте говорить о том, что не Штаты, а Великобритания. Вы вспомните, кто первый был пионер передачи средств поражения с дальности более 300 километров? Великобритания. Кто первый передал бронетехнику? Великобритания. Именно Великобритания стала пионером и в моменте военно-морской коалиции, плюс коалиции дронов. Поэтому основное слово должна сказать данная страна. А потом уже, соответственно, будет реакция Соединенных Штатов и европейских партнеров. И то, что сейчас идет процесс переговоров именно с Великобританией о возможности применения Штормшедл для ударов по территории Российской Федерации, я считаю, это более реалистический момент. Тем более, что Штормшедл, они модифицированы к использованию как раз F-16. А это уже серьезный компонент в моменте, еще раз подчеркну, снижения террористической угрозы со стороны Российской Федерации. И здесь есть определенный оптимизм. Хотя бы исходить из заявлений того же министра обороны, первый визит которого после назначения был именно в Украину. Украина есть, будет и остается стратегическим партнером Великобритании. На этой оптимизмической ноте, как говорится, Дмитрий, спасибо вам, всегда рады на телеканале Freedom. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был на связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.